здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео что я хотел рассказать по поводу подготовки свиноматки ой ой капоросу посмотрите свиноматка сейчас 26 января она должна пороситься ну со дня на день по ее виду вы сами видите у нее уже набухло наружные половые органы набухли ярко выраженные молочные железы значит шо 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 нам надо сделать перед тем как она будет пороситься во первых она должна быть чисто если мы держим содержание у нас на обычном бетонном полу соответственно убираем все так как содержание у меня на подстилке я подстилку перекопал и сейчас сверху внесу но она у меня в принципе подстилка нормально видите да она на ней сидит уже который месяц на 5 там 6 такое я добавил добавил но я не за раз там за пару дней добавил мешков площадь тут небольшая получается метр на 20 на 2 где-то там метр пятьдесят может метр сорок сарачек маленький может ты зайдешь рыжая загонили сейчас вот видите значит бросил сюда свежих опилок насыпал ну чтобы у нас пол был чистый ну грубо говоря он у меня теперь подстилка более-менее чистая сейчас она будет пороситься соответственно что поросята когда родятся видеть он конфеты рашинка скотина такая где только видит камушки всякую дрянь соответственно смотрите главное правило в принципе при опоросе чтоб у нее было чисто в ее там где она сидит на бетоне либо где она сидит на полу тоже перекопал подготовил сейчас у меня пол состоянии у него отличная как бы свеженькие опилки сверху их перекопал кстати на штык она все как положено греет все работает все будем ждать давай загоняйте посмотрим на нее поближе маша заходи загнали мамочку домой будущую значит понятно да перед опоросом подготавливаем место что было более-менее чистота потому как будут малышата малыши будут рождаться у них будет пуповина там все эти вещи соответственно чтобы минимализировать возможность заражения там какого-то я знаю подхватить инфекцию и мамочка тоже будет находиться в таком состоянии что она вот видите посмотрите какие у нее молочные железы стали а хотите прикосмотрите она у меня воду пьет это единственная свиня который воду носом пьет все остальные нормальный ртом пьют это самое молочные же кстати вот если молоко начинает идти то уже осталось а совсем чуть-чуть буквально ну все-все-все-все-все-все отстань от меня не хочет не нравится не молока еще пока нет но буквально за два дня вот молочные железы ярко выраженными стали уже там по отбивалась ну вот 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 должно должна опороситься так рыжий смотрите смотрите какого все время накрета вот остальные бьют нормально это нет на носом обязательно все порядок навели чистоту свинка чистая если грязно рекомендую даже ее помыть хотя если честно я себе слабо представляю как это все сделать не ну видно тряпкой влажной протереть но если она сильно засрана где там ну понимаешь содержание если допустим чистится раз в месяц там понятно дай выпусти меня там еще съездку если это все происходит ну раз в месяц там чистка идет каким-то способом таким содержится свинья соответственно это очень важно ну принципе все извините затянул так вкратце вы поняли подготовить перед опоросом место некоторые утверждают что пороситься свиноматки на глубокой подстилки неудобно надо ее переводить на бетон что вам хочу сказать один раз она уже поросилась она глубокой подстилки все прошло нормально поэтому если честно я как бы так не считаю не буду спорить ни с кем великие загонщики там великие я не знаю альболиты они там рассказывают одно я говорю то что происходит у меня соответственно никаких переводить на другой пол я не собираюсь и гамно чистить опять же тоже не собираюсь будет она сидеть как и сидела и будет она в ближайшее время возможно на эти выходные уже просится хотя хотя не факт возможно еще будет неделю мозг не выносить поэтому подписывайтесь на канал пожелайте чтобы она быстрее опоросилась и привела здоровых поросят много мало не имеет значения чтобы не были здоровыми правильно здоровые и большие всего-всего доброго удачи в разведении свиней